Кофе Есть 4 варианта приготовления кофе Всего несколько секунд и эстетация готова Готово! Палата как кофейня всего за 1 минуту Эта кофемашина за счет нескольких режимов приготовления, а также гибких настроек каждого из параметров способна приготовить такой кофе, который понравится именно вам Всем привет! Меня зовут Маренч Владислав, я технический эксперт компании Red Сегодня у нас на обзоре новая кофемашина Red Solution Aromia RCN 1580 Начнем ее разбор с характеристиками В комплектации с данной кофемашиной идет специальная щеточка для очистки, маленькая и крупная Так как кофемашина может работать не только с зерновым, но еще и с молотом кофе В комплектации есть специальная мерная ложечка Есть специальная заглушка для болтов капучинатора, так как к нему можно подвести молоко с двух сторон Эту заглушку можно установить, например, если вы не планируете использовать молот Две трубочки для капучинатора И запасной комплект прокладок Характеристики кофемашины следующие Нагреватель на 1400 Ватт, помпа итальянская на 19 бар Есть зона для подогрева кружек Управление у кофемашины сенсорное Емкость для зерен на 370 грамм А бак для воды вмещает в себя 1,6 литра За качественное приготовление кофе отвечает два независимых нагревателя Функция предварительного смачивания, а также автоматический капучинатор Теперь подготовим кофемашину к работе Для начала снимаем защитную пленку с дисплея Открываем отсек для бака Затаскиваем его и наливаем воду Ставим на место Теперь в отсек для кофе засыпаем зерно И сразу обратите внимание на регулятор В отсеке для кофе с помощью него вы можете регулировать септ помола Дереведенечка это самый мелкий помол, а пятерка самый крупный А еще здесь есть отсек для молотого кофе Туда можно засыпать до 12 грамм молотого зерна Не забудьте на панели управления кофемашиной Переключить ее с режима работы с обычного зерна На режим работы с молотом зерна Если вы планируете готовить вата или капучино Нужно подсоединить специальную трубочку к капучинатору А трубочку опускаем в контейнер с молоком Все что осталось сделать Это дважды нажать на сенсорный дисплей Кофемашина автоматически после этого промоется И будем готовы к работе На сенсорном дисплее есть 4 варианта приготовления кофе Также можно отдельно налить горячую воду Либо взбить молоко Можно поменять тип кофе зернового на молотый А также перейти в меню для расширенных настроек кофемашины Теперь, когда у нас все готово к работе Осталось определиться, какой кофе нам приготовить Например, эспрессо Ставим кусток в дозатор Нажимаем на кнопку эспрессо Дозатор можно отрегулировать по высоте по необходимости Всего несколько секунд Эспрессо готов Таким же образом можно легко приготовить латте Также ставим кусток в дозатор И нажимаем на кнопку В кофемашине предусмотрена регулировка уровня вспенивания молока Для этого расширить специальный регулятор влево, чтобы было больше пены Или вправо, чтобы было больше молока Делать это можно прямо во время приготовления молочного бина Готово! Латта как кофейня всего за одну минуту В кофемашине есть удобная функция приготовления сразу в две чашки Для этого ставим две чашки под дозатор Один уже находится примерно на середине дозатора И выбираем необходимый режим приготовления Например, это будет капучино Таким вот образом у нас получилось две небольших порции капучино Как видите, кофемашина распределила их максимально равномерно Будешь? А давай Слушай, а я не понял Как видите, кофемашина базово готова работать на всех режимах прямо из коробки Ей не нужны никакие дополнительные настройки Но, если вам необходимо, вы можете зайти в меню И в каждом режиме приготовления настроить большое количество параметров По кнопке меню переходим в параметры кофемашины Дальше в раздел настройки Чтобы настроить приготовление кофе, нужно перейти в меню Перейти в настройки После этого выбрать тот режим, который вы хотите изменить Это Американо Эспрессо Капучино И лат На каждом режиме можно менять количество воды, которое будет использовано для приготовления кофе Температуру А также количество молотого кофе Отдельно для режима Американо можно настроить количество воды, которое будет использовано при разбавлении Для режима эспрессо можно настроить давление приготовления А для режима латта и капучино можно настроить время вспенивания молока Настройка осуществляется нажатием на сам параметр, который отображается на дисплее Например, на режиме латта можно поменять количество воды 60 мл Немного увеличить температуру на 5 градусов Увеличить количество кофе И увеличить время вспенивания, чтобы молока было больше После этого нажимаем кнопку назад Все настройки сохранятся автоматически Дополнительно в разделе меню можно запустить сама чистка удаления накипи Настрой станет автоматического отключения до 24 часов Включить или отключить звук Настройки яркости дисплея Поменять язык А также смотреть на статистику приготовления кофе В меню сервисной калибровки пользователю доступно две опции Это сброс до заводских настроек Вход 2.0 Готово все настройки кофемашины сброшенных до заводских А вторая опция Это просмотр информации о машине, серийный номер и прочая системная информация Вход 1.1 Кофемашину важно периодически прочищать и промывать Особенно блок капучинатора после того, как вы приготовили напитки с использованием молока Чтобы молоко не засыпало в полости капучинатора После приготовления молочных напитков Желательно полностью разбирать капучинатор Прорвать проточной водой И прочищать все полости и отверстия с помощью специальной щуточки Лоток для капель и остатков кофе Также нужно периодически доставать, опустошать и промывать под платочной водой Кофемашина сообщит вам о том, когда необходимо почистить лоток для жмыха Для этого откройте боковую крышку, достаньте лоток Очистите его от жмыха и установите на лист Также периодически нужно очистить заварочный блок Для этого нажмите на рычаг Потяните на себя Отпустите рычаг и полностью достаньте заварочный блок Прорвать его можно под проточной водой А также с помощью мягких чистящих средств В процессе длительной эксплуатации Не забывайте с помощью специального режима Глубокой очистки, удаления накипи Прочищать кофемашину Эта кофемашина за счет нескольких режимов приготовления А также гибких настроек каждого из параметров Способна приготовить такой кофе, который понравится именно вам Если у вас возникнут какие-либо вопросы К эксплуатации данной кофемашины Вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки По электронной почте или по телефону А также оставить комментарии данного видео А с вами был технический эксперт Малевич Владислав Увидимся в следующих разборах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok